ЗЮБА! Александр Иванович, а как бы вы отнеслись, если бы про ЗЮБУ сняли такой металлический? Что-что? Как бы вы отнеслись, если бы про ЗЮБУ сняли такой металлический? Заслужил ли он им? Я бы это назвал *** И никак по-другому Но как можно ЗЮБУ ставить в пример подрастающим поколениям? Ну, один из лучших бомбардиров России Я вам скажу так Если бы мы вышли против него, он через 15 минут вздох бы А если бы мы были здоровые ноги, я бы посмотрел, кто из нас лучше пробьет поворот У меня два удара Лев Иванович Он, правда, с места не тронулся Но оба динамов С уважением я до последнего дня дружил с Левом Ивановичем Понимаете? Ну, это не пример Ну, есть Месси Марадона Правда, был наркоманом и все прочее Но в Аргентине объявили траур о Марадоне Как мы относимся к своим спортсменам? Моей судьбы вам недостаточно Вы знаете Лучший спортсмен века назвали Несколько дней назад мне поставили бюст при жизни Друзья, земляки на моей родине, напротив моей школы А до этого меня наградили тюрьмой Ни за что Что вы хотите от меня? Я хочу, радую только за то Я был и остаюсь россиянином Патриотом Был и остаюсь Доверенным лицом президента в первой выборной контакте Я сегодня хочу, чтобы показывали по всем телеканалам Спортивную судьбу Вспомнить великих наших Валерий Попенчиков Первый, который получил кубок Баркера за лучшую технику боксера Олег Саитов второй Где Василий Алексеев? Где Брумаль, которого американцы назвали лучшим спортсменом три года подряд? Американцы назвали Мы забыли все Я иногда сожалею, что я родился не на Кавказе У них чемпион мира один раз Считай, ты до конца уважаемый человек Я прошел страшную судьбу Я не остался в Европе Мне предлагали работу с бешеной зарплатой, все условия Я не мог работать против своего недостатка Я был лучшим глиапланистом в веке Лучшим президентом в 14 лет Завоевали 24 золота, 27 серебра, 19 бронза Немцы на втором месте А принял федерацию Разворованную, разграбленную Вывел на первое место Лучший в мире Меня назвали лучшим президентом среди 56 стран Чем закончилось? Мы должны любить и уважать свое Понимаете? Зато вы сейчас здесь пропагандируете как раз наш спорт Я сейчас здесь, да Я сейчас в жюри Живу, правда, в Беларуси Да Живу, радуюсь жизни Я считаю, что я никуда не уехал Живу просто в Советском Союзе Спасибо Мы, кстати говоря, делаем фильм памяти Эти кубриотные я Можете сказать, каким он был в жизни? Мы все знаем его как спортсмены Я с ним познакомился очень давно Я выступил на пленуме в Судинамо Когда в президиуме сидели Пациенты КГБ Андропов и министры Николай Анисвичев И я покритиковал Когда после пленума вышел Лев Иванович подошел ко мне Он же большой Обнял меня Говорит Ты молодой Ты крепкий, смелый И мы с ним дружили до последнего дня И за несколько дней до его ухода из жизни Я был у него дома Когда ему обучили звезду героя Ой, это было неправильно Это все надо делать при жизни Вовремя отмечать Понимаете? Это был человек В быту Даже ягод сталкодом Глубче своей формы Понимаете? Никогда не надумаешь Что этот человек Ракета Понимаете? При таком росте Он доставал такие мечи Которые никому не снились Он первый Мяч слева доставал правой рукой А мяч справа доставал левой рукой Все говорили Неправильно Сегодня вратари Ладони отбивают мячик Лева Я имею право Он кулаком мяч улетал в центру Надо учиться и в прошлом Не злее в прошлом Не получи в будущем Кольку Это был пример Которого мы сегодня не преподаем Фильм о Яшине Мой фильм О населинской судьбе Писали в министерстве культуры Фильм о Николае Николаевиче Озееве Ни копейки не дали никто Но преступность на всех экранах Я этого понятно А у него не было никаких Так сказать Ласковых имен Как к нему обращались? Или только пойми отчество Учитывая его Лев Иванович Просто звали Лев Лев Лева Да Вы знаете Он такой был медлительный В жизни Никогда не подумаешь Он такой Знаете Муха нанося Но он не сдолел Знаете Все И он сегодня должен Его надо преподать Как образец Спортсмена Единственный золотой мяч Как образец спортсмена Гражданина По отношению к своему Делу В отношении к стране Понимаете Это Яша Ну А его наследие Живет не только Как бы В среде Поклонников Куба Динамо В среде поклонников В принципе футбола А вот В его семье Тамара Тимофеевна Супруга ушла из жизни А я живу в Беларуси Поэтому я Общаться с кем-то Из его семьи Пока нет возможности Но я скажу Вы знаете Вы давайте Яшина преподнесем Вот соберем Все кто его знал Запишем Покажем Все его достижения Я не могу Чтобы вам перечислить От Дальнего Востока По Сибири Уралу Алтаю И до Волгограда Задаешь вопрос И никто не знает А знаете почему Потому что Вы не показываете Пресса не пишет Не преподносит Это страшно В интернете Они читают Они читают Они читают Другой Вот дай бог Фестиваль Спортивного Коментального кино Может быть Сдвинет с места Этот пласт Который похоронили Спасибо Это приятно Слышать С тобою Мы объехали Полсвета Но каждый раз Тянуло нас Домой Поставь Мою любимую Кассету Давай Передохнем Перед игрой Тебе Судьбу Мою вершить Тебе Одной Меня судить Команда Молодости нашей Команда Без которой Не жить Лай-ля-ля Лай-ля-ля-ля 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 Команда Молодости нашей Команда Без которой Не жить Лай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-